Уже есть возможность связаться с нашими коллегами. Так, не только в новогоднюю ночь происходят чудеса. Иногда это случается и в эфире программы «Утро нового дня». К нам уже подключились коллеги из Евпаторийского филиала и корреспондент Анастасия Крапивина. Настя, доброе утро. Пять дней осталось до 2020-го. Расскажите, пожалуйста, какие традиции в новогоднюю ночь остаются неизменными многие десятилетия? Да? Доброе утро, Дим. Традиций в детской здравнице очень много, но соблюдают и в Патриице, конечно, и общепринятые обычаи. Поговорим мы сегодня об этом с протеереем Святониколаевского собора Георгием Диком. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Расскажите, какие традиции есть перед Новым годом? Ну, сейчас у нас самый главный период. Скорее всего, даже не столько предновогодний, сколько предрождественский для всех православных христиан. Идут дни рождественского поста. Это один из четырех многодневных постов нашей православной церкви. И, конечно же, в эти дни люди, воздерживаясь от пищи, пытаются, естественно, проявлять воздержание в своих словах, мыслях, поступках, посещать храм, приобщаться к таинствам Святой Церкви. Сколько дней длится пост, когда начинается, когда он закончится? Да, пост называется еще Филиппов, потому что начинается как раз после дня памяти апостола Филиппа, и заканчивается он в рождественский сочельник 6 января. Чего нельзя есть и чего не должно быть на новогоднем столе у православных? Да, вот у нас так исторически сложилось, что в настоящее время как раз-таки новогодние праздники приходятся на период рождественского поста. И здесь бы я посоветовал всем нашим православным прихожанам в первую очередь помнить слова Спасителя из Нового Завета, когда он сказал друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно с пониманием относились к нашим родственникам. Если родственники наши воцерковленные, если они соблюдают пост, конечно же, будет гораздо проще и новогодний праздник также отметить по-православному с постными блюдами на столе. Вот, в первую очередь, конечно же, это разрешается рыба, разрешаются морепродукты, вот, но и запрещаются мясные, молочные, такая скоромная пища. То есть традиционного оливье на столе не должно быть ни в коем случае? Да, к сожалению, нужно с ним повременить. И заканчивается он? 6 января. То есть Рождество уже можно будет есть? Да, сам праздник Рождества, конечно же, уже праздничный вечер. Какие еще обычаи стоит соблюдать в эти праздники? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно вспомнить, когда в последний раз человек был в храме, когда приступал к таинствам исповеди и причастия, вот, и очень важно в рождественские дни приступить к этим таинствам. Кроме этого, что еще? Да, кроме этого, у нас, конечно же, будет очень много мероприятий, посвященных празднику Рождества Христова, вот, и также всех православных прихожан приглашаем принять в них участие, это посещение детских домов, вот, малоимущих людей престарелого возраста, вот, поэтому мероприятий очень много и добрых традиций также. Расскажите, какие есть обычаи и традиции непосредственно в рождественскую ночь? Вот, ну, рождественская ночь – это действительно особый период, и у нас будет божественная литургия отслужена ночная, начало ее в 12 часов ночи, вот, и будет еще в соборе отслужена поздняя литургия, уже в день Рождества в 7.30, поэтому хотелось бы также всех пригласить на эти действительно особые часы ночные, ночных богослужений, поэтому всех, кто будет иметь возможность, приглашаем. Непосредственно в церковь именно в эти дни по разным причинам можно не попасть. Что делать людям, которые не смогут прийти в собор? Ну, я думаю, уже будет достаточно того, что человек может почтить праздник и дома, открыть православный молитвослов, почитать молитвы, вспомнить события Рождества Христова, открыть Священное Писание, вот, и таким образом духовно также поучаствовать в этом празднике. Как церковь относится к праздничным застольям? Новый год, Рождество по традиции принято встречать в большом кругу своей, там, дружной семьи, с родственниками, с друзьями и, конечно, с накрытым столом? Да, но всегда церковь к этому относится положительно, исключение только тогда, когда это все через меру и не в свое время. Вот, поэтому, конечно же, когда у православных пост, всех православных призываем соблюдать этот период. Вот, а Рождество уже разрешается, скромная пища, поэтому можно, конечно же, собраться и с семьей, и близкими, и родственниками, как в Новый год, так и в Рождество, и встретить эти прекрасные праздники. Мне всегда было интересно, как относится церковь к традициям в Рождественскую ночь, к гаданиям? Ну, конечно же, очень негативно, потому что это пережитки язычества, вот, и, конечно же, гадания, они хоть в некоторых местах прочно укоренились в народное сознание, но церковь на протяжении уже многих-многих веков всегда выступала против этих неблагочестивых и недобрых традиций. Вот, очень хорошо в это время вспомнить калятки, то есть народные действительно песнопения, которые будут радовать слух наших коллег, наших родственников и ближних. Отлично, спасибо вам большое, Георгий, за подробный рассказ, как себя нужно вести, что нужно делать и чего делать, конечно же, не нужно. И я надеюсь, что все наши телезрители и наши коллеги из Симферополя обязательно будут придерживаться этих правил. Настя, спасибо большое, желаем вам новогоднего настроения и добрых вестей. Напоминаем, с нами на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина.